друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня но поговорим сегодня мы с вами не только о люле а еще и конечно же а ее последней помощницы рите начнем мы с люли на ее двух каналах вышли два последних ролика на деревенском дневнике лёля вовсю демонстрировала свою стройку а на канале мать-героиня лёля встречала своего старшего сына федю который приехал из военной академии на каникулы там все прошло нормально но все как у всех обнялись расцеловались а потом пошли на рынок купить свежих овощей и фруктов вот чему я действительно позавидовала так это знаете ли ценам на овощи и на фрукты для меня огурцы по 25 рублей и хорошие помидоры по 60 это что-то знаете ли из области фантастики у нас допустим в магазинах помидоры самые самые дешевые стоит 80 90 рублей но их вообще просто есть невозможно да а вот на рынках хорошие помидоры начинают от 100 рублей и естественно выше в общем да повеселил меня момент когда лёля подошла и стала набирать фрукты я когда увидела сколько она берет винограда и абрикос винограда был знаете такой вот обычный маленький фасовочный пакетик это даже не целиковый не весь я думаю боже ты мой для кого ты все это берешь у тебя такая огромная семья у тебя столько детей к тебе сын приехал на побывку на каникулы да но я так понимаю что в их семье все дети они просто малоешки хороший аппетит в семье быковых имеется только у лёли хотя она утверждает что тоже ест мало и крайне редко вы знаете все же глядя на нее становится понятно что поесть лёля все-таки любит ну а теперь я так понимаю лёля должна обязательно на днях устроить стрим усесться на стрим и конечно же взять с собой сына федора и вот мне интересно узнать будет ли лёля выставлять донат фиде на подарок по случаю окончания учебного года как думаете друзья мои вот знаю лёлю я если честно никоим образом даже не удивлюсь ну и ребят конечно же я не могу не вставить свои пять копеек относительно ситуации с помощницей ритой вчера после того как рита пришла на мой канал и написала что она есть та самая рита помощница я вечером тут же выложила свой ролик о том что помощница тоже блогер да блогер не блогер знаете многие говорят так я я хочу сказать у нее есть канал факт остается фактом не имеет значение когда были выложены ролики канал есть он у нее существует и туда все-таки что-то заливается ну да ладно это вообще не суть важно что я хочу сказать понятное дело что лёлькины адепты они тут же стали возмущаться как так я вот для чего я это все сделала для чего я вытащила наружу эту риту да ну начнем с того что она сама пришла на мой канал и сама призналась в том что она есть та самая помощница я могу понять адептов лёльки по одной простой причине потому что они действительно боятся что какая-нибудь нелицеприятная правда выльется наружу и в очередной раз люлечку опустит так скажем скажем на очередное дно да но мнение вообще были разные не только у адептов лёли но и также у моих зрителей понятное дело как говорится сколько людей столько и мнений но все же некоторые моменты мне хотелось бы немножко озвучить и прокомментировать да а многие стали писать о том что рита поступила непорядочно по отношению к лёли что она не успела толком поработать что она должна была отработать и уже да оказывается вот она пришла и у нее уже даже есть свой собственный канал вот что здесь можно сказать ну во первых рита еще ничего непорядочного пока не совершила да по ее словам она просто приехала помочь человеку столкнулась с реальностью и поняла что не потянет это действительно нормально друзья мои давайте по факту давайте по существу я уверена что у многих из нас с вами были ситуации в жизни когда мы допустим очень и очень хотели устроиться на какую-то работу да горели желанием но выходили и в первый день понимали в первый рабочий день уже понимали все не так все не то да руководитель придирается коллеги не фонтан обстановка малоприятная и оставляет желать лучшего и здесь таком случае есть пару вариантов да либо уйти тут же не морочить себе голову и не трепать себе нервы либо дождаться первой зарплаты и опять же тоже уйти да конечно можно потерпеть и месяц но с другой стороны зачем если тебе некомфортно на новом рабочем месте уже в первый рабочий день ведь а за этот месяц можно получить не только зарплату но и заработать себе депрессию на нервной почве да и вот в таком случае с какой стати если рита увидела что это вообще не ее место да она мечтала об одном но реальность не совпала с ее мечтами с ее ожиданиями да с какой стати простите рита должна была оставаться у лёли и что-то там отрабатывать это кто такое придумал она что какая-то ее рабыня или между ними был заключен трудовой договор или еще что-то даже если человек находится на испытательном сроке человек ничего не обязан вообще отрабатывать так что рита никому ничего не должна ушла и ушла значит она посчитала так нужным да и потом давайте вспомним ситуацию совсем недавнюю ситуацию с назимой с борисом почему-то когда назима и боря уходили да лёлька кричала что они предатели адепты тоже кричали что они предатели а мы с вами рукоплескали и говорили да правильно на назиму столько всего навалилось лёлька столько на нее навалила правильно сделала что ушла так почему в таком случае назима правильно сделала что ушла через полтора месяца а рита сделала неправильно что ушла через четыре дня это ее личное дело да уверенно на нее обязанности навалили бы ровно столько же, сколько валили и на Назиму, если бы еще и не больше даже, да? То есть мы же не знаем вообще ситуации, которая была на самом деле. Мы же ничего этого не видели. Может быть, Лёля создала ей какие-то невыносимые условия. Может быть, они элементарно не сошлись характерами, чтобы было видно с самого первого дня. Как только я увидела их разговор, я сразу же сказала, они не сработаются 100%. Это уже было видно. И потом, друзья мои, да? Видно сразу, Рита, это не Назима, Рита терпеть не будет. Плюсом у Риты были родственники, к которым она благополучно поехала. Она не зависела от Лёли. А Назима с Борисом, они зависели от Лёли. Им надо было дожидаться первой зарплаты для того, чтобы куда-то уехать и снять себе жилье. И потом Рита пока еще ничего не сказала. С ее стороны не было никаких непорядочных слов и никаких непорядочных действий в отношении Лёли, да? Ну и потом, давайте вот по чесноку. Многие, видимо, забыли, как в свое время Лёля непорядочно поступала в отношении Назимы, в отношении своей подруги Наташи, да? Когда она с ними разошлась, она их обливала грязью и позволяла то же самое делать своим адептам, да? Толку от того, что Назима работала замечательно, вкалывала полтора месяца. Лёля это оценила? Нет, конечно. Лёлька облила и ее с ног до головы, да? Перед Лёлей как ни старайся, если ты сделаешь что-то против ее воли, если ты каким-то образом нарушишь ее планы, то тебя все равно смешают с грязью. И ведь Лёля знала прекрасно, что Назима и Наташа ей ответить не могут, поскольку у них нет своих каналов, да? Почему же так можно поступать в отношении других людей? Ну, почему же так нельзя поступать в отношении Лёли? Это сразу же становится непорядочным. Вот мне удивительно. По-моему, это уже какие-то, знаете, двойные стандарты. Ну, в любом случае. В общем, знаете, когда Рита зашла ко мне на канал и призналась, что она та самая помощница, на ее канале было 5 человек, а сейчас почти 300 человек. Тот же Сергей Петрович, да, пока о нем никто не знал, у него было 100 человек, сейчас, по-моему, более 3000, я за ним особо так не слежу часто. Вот, ну, в любом случае. Неизвестно еще, что Серега скажет в отношении Лёли, когда они разойдутся. Это сейчас у них хорошие отношения. Посмотрим, что будет дальше, да? Посмотрим, что будет дальше, говорит Рита. Даже если она решит что-то рассказать, опять же, друзья мои, это ее право. Так же, как и наша с вами, что бы то ни было говорить и комментировать, это также и право Риты говорить что-то такое. И потом я уверена, что Лёля ничего такого страшного ей не доверила, не рассказала, пока Рита работала у нее в течение 4 дней. В общем, да, в любом случае посмотрим, что Рита скажет. Опять же, это ее право. Ведь те же Наташа и Назима, я уверена, что им было много что сказать о Лёле, но поскольку они не публичные люди, у них не было канала, рассказать они о Лёле так ничего и не смогли. Друзья мои, в общем, вот такой у меня получился обзор, как говорится, поживем и видим, что будет дальше. Всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok